Грецкие орехи. Говорят, своими извилинами они похожи на мозг. И случайно ли, что их неизменно включают самые разнообразные списки суперполезных продуктов? Недавно я читал даже исследование, в котором утверждалось, что для здоровья именно грецкие лучшие из всех орехов. В общем, перед нами явно продукт, с которым стоит разобраться поподробнее. Никому не надо Волгу за тысячу долларов. Мы находимся в Армении, в городе Аштарак, который известен, среди прочего, тем, что это один из самых, если так можно сказать, ореховых городов страны, а может и всего мира. Вдоль длинных улиц тут растут сплошные, их может быть тысячи, ореховые деревья. Деревья с грецкими орехами, которые валяются на асфальте, на них случайно наступаешь. Сейчас мы пойдем в старинный дом династии Тато, где все знают о том, что с этими орехами делать. Грецкий орех плодоносит до глубокой старости. Правда, настигает она его примерно на 3-4 столетии. Так что эти деревья, можно сказать, еще очень молоды. Их когда-то посадил дед Карена Акапяна, который и принимает теперь гостей в специально сохраненном историческом антураже. Угощает вареньем из зеленых грецких орехов. И всех это удивляет, как можно делать варенье из орехов. И дает попробовать, как это, собирать ореховый урожай. Традиционно охота за грецкими орехами происходит вот так. Берется длинная палка, до какого ореха дотянешься... Оп, кто-то твой. О, падает. Главный признак спелости – зеленая оболочка трескается и обнажает коричневую скорлупу. Пошел искать. Тут вот хорошо, орехи висят низко, а иногда приходится использовать и лестницу, еще бог знает что. Ну вот они. Падают иногда еще в свои мягкие зеленые оболочки. И снимаешь, и внутри вот уже орех в привычном нам виде зрелый. Осталось его расколоть, съесть и получить пользу. Красота. Причем красота в прямом смысле слова. Так говорит наука. Те, кто в пищу употребляют, например, грецкие орехи, то кожа, конечно, выглядит более эстетично красивой. Она более упругая, более эластичная. И можно, скажем так, немножечко замедлить наше старение. А объяснение такое. Американский профессор Джо Винсон недавно подсчитал, что грецкие орехи содержат в два раза больше антиоксидантов полифенолов, чем другие виды орехов. И эти вещества эффективно мешают процессам саморазрушения в организме. Грецкий орех в этом смысле лидирует. Его антиоксидантная активность и способность противостоять окислению в несколько раз превосходит даже витамин Е. И не надо снимать эту тонкую шелуху, оболочку, которая покрывает ядро. Кстати, на рынках в Армении я действительно не раз замечал на прилавках очищенные орехи удивительно белого цвета. Чтобы сошла шелуха, их обдают кипятком. Это улучшает товарный вид, но снижает сверхспособности продукта. А они известны давно. Древние люди верили, что именно из-за своих извилин, похожих на мозг, грецкий орех стимулирует интеллект. В Вавилоне жрецы запрещали есть этот продукт простолюдинам, чтобы те случайно не превзошли властителей. Каково современное научное объяснение стимуляции мозга орехами, скоро расскажем. А пока надо еще орех открыть. Карен из Ашторака, конечно, с малых лет тренировался и может раскалывать орехи голыми руками. Правда, не все. У которых скорлупа гораздо тоньше, и они легче разбиваются. То есть вот этот фокус, он не с каждым орехом? Да, не с каждым, конечно. Как же их проще всего колоть? Артисты цирка на Цветном бульваре специально для нас устроили целое ореховое представление. Главный секрет – давить пальцами на щель между скорлупками. Стенка на стенку, один против другого. Ну а что делать, если такой силой не обладаешь? На помощь приходят завалявшиеся дома инструменты. Впрочем, можно применить и магию, например, холод. Орех отправляем в морозилку минут на 10. Точно так же скорлупа отзывается и на действие противоположной стихии – огня. Замачиваем в кипятке на 10 минут. Иногда помогает. Так и не определились с выбором? Посматриваете на дверь? Она тоже сгодится. Зажимаем орех между ней и косяком со стороны петель. Медленно закрываем дверь и надавливаем. Готово! Кстати, оставшуюся скорлупу тоже часто пускают в дело. Я предпочитаю безотходное производство из конглупа и перегородка идет в ход. Количество, сколько нужно наполнить? От третьей до половины банки. Московский преподаватель йоги Диан Каба, папа у него из Гвинеи, а мама татарка, готовит из ореховых отходов настойку, о которой говорит, она очень полезна, спасает от бактерий, грибков и паразитов. На самом деле в грецком орехе действительно есть вещество-антисептик под названием юглон. И вот этот юглон, это и есть 8-окси-нафтохинон, который оказывает противовирусное, противомикробное антисептическое действие. Но фокус в том, что содержится этот компонент в молодых плодах и зеленом наружном околоплоднике, вот в таком, который я разглядываю на этом ореховом дереве, встреченном в Астраханской области. В скорлупе и перегородках юглона нет, так что популярная настойка, увы, бесполезна. И йод, вопреки стереотипу, там тоже почти полностью отсутствует. Ну а темная краска, которую выделяют молодые орехи, вот видно в варенье, это просто продукт окисления. Вообще, есть грецкий деликатес прямо с дерева мне понравилось. Когда грецкий орех свежий, он имеет совсем другой вкус. Когда подсохнет, а тем более еще полежит и успеет немножко прогоркнуть, он становится не такой вкусный. А сейчас я даже не знаю, как описать. В общем, всем рекомендую попробовать. Будет такая возможность. А я еще пойду, расскажу себе. К сожалению, в наших широтах удовольствие часто бывает испорчено. Орехи нередко горчат. И это, между прочим, опасный признак. Прогоркание. Так называют окисление жиров. А их в орехе примерно 65%. Первичными продуктами окисления являются перекиси, а вторичными являются уже более опасные вещества, такие как эдегиды, кетоны, эпоксиды и так далее. С образованием этих веществ и связано прогоркание и изменение появления неприятного привкуса и запаха. А еще они токсичны и могут обладать мутагенным и канцерогенным действием. Мы провели анализ, приобрели несколько пачек очищенных и упакованных орехов в магазинах, а также сделали закупку на нескольких московских рынках. Там обычно продают в скорлупе. Что же лучше? Где орехи окажутся свежее? Ну а пока образцы изучают в лаборатории, вместе с мамой Карена Рипсиме, мы приготовим главное армянское лакомство из только что собранных орехов. Сначала их прокалывают толстой иглой и нанизывают на нить. Орехи будут на нитке, как грибы. Это будет суджук, в России более известный по своему грузинскому имени – чурчхела. Кроме орехов нужен виноградный сок, который уваривают до состояния сиропа. И потом, значит, в этот сироп мы накладываем муку. Вообще говорят, это армянский сникер. На каждый литр сиропа по стакану муки. Все через сито, чтобы не было комочков. И надо постоянно помешивать, а то пригорит. Процесс долгий. Если большой казан, несколько часов. Несколько часов, вот так непрерывно мешать. Да, чтобы не лихать. Над огнем, над дымом, вот так. Ну как, не устали? Да нет. Я молод и тренирован. Шутки шутками, но вообще, если ешь много орехов, физическая нагрузка не повредит. Надо отрабатывать полученные калории. А тут их очень много. В среднем 100 грамм орехов содержится около 600-650 килокалорий. То есть больше, чем в 100 граммах шоколада, например. Поэтому с ними нужно быть аккуратными. Вряд ли кто-то, конечно, сможет переесть грецких орехов. Но если что, мы предупредили. Готовый суджук скоро попробуем. Причем не только в привычном высушенном, но и в незабываемом свежем виде тоже. А еще во второй части программы мы расскажем, почему же все-таки грецкий орех, который так похож на мозг, действительно помогает ему работать. Что говорит наука? Ну и, конечно, главное, что и даже кого мы нашли в грецких орехах, закупленных в российских магазинах и на рынках. Стоит ли вообще это есть? В эфире «Еда. Живая и мертвая». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Грецкие орехи. Почему они так сильно похожи на мозг? И что в действительности позволяет им усиливать мозговую деятельность? Какие орехи лучше покупать? Чищенные или в скорлупе? Что показала наша экспертиза качества? И как по-новому грецкие орехи можно применить на кухне? Это тема расследования недели. И вот его завершающая часть. Вот что было в первой части. Мы узнали, что грецкий орех ученые нередко называют самым полезным из всех орехов. Он успешно противостоит окислительным процессам в организме. Я попробовал удивительные свежие орехи, которые сам сорвал с дерева в Армении. И задался вопросом, почему, казалось бы, тот же самый продукт на наших российских прилавках нередко имеет совсем другой вкус. Мы сделали закупку целой партии орехов в магазинах и на рынках и отправили в лабораторию на анализ. Совсем скоро эксперты поделятся результатами. А мы пока вместе с армянской хозяйкой Репсиме Туманян готовим долго и утомительно, успела даже стемнеть, самое вкусное блюдо из свежих орехов – суджук, он же чурчхела. Мешать надо непрерывно, чтобы виноградный сок с мукой успел загустеть, но не пригореть. Спустя несколько часов я как следует пропитался дымом, ликвидировал дефицит физической активности и получил возможность перейти на следующий уровень этой захватывающей игры. И готов! Пузырьки поднимаются, вот смотри, ага, вот. Да. Вот. Как лава в вулканах. Да, 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 да. Пора добавлять гвоздику, кардамон, корицу – фирменные специи армянского суджука, которые отличают его от грузинской чурчхелы. Для блеска насыпаем чуть-чуть сахара. Снимаем с огня и начинаем окунать ореховые бусы-заготовки. И несем их на сушилку, стараясь не растерять ни капли по дороге. Вот-вот, вот ниже, ниже. Эта кашица потребовала столько труда, что стала почти драгоценной. Ее, кстати, можно есть и так свежей. Свежая чурчхела, с пылу, с жару, еще даже не засохшая. Ну, по-армянски – суджук. Суджук. Нужно окунуть орешек в эту массу и слить. И вкуснотище. Согласен. Продавцы на рынках признаются – разноцветные чурчхелы – это продукт работы с пищевыми красителями. Не стоит верить сказкам про гранатовый сок и тому подобное. Основа все равно виноградная. И принцип приготовления один и тот же. Важно не раскачивать, а то слипнется. В Армении всегда ценились продукты, которые долго хранятся. Они позволяли годами сидеть в осажденных крепостях и не знать голода. Суджук как раз из этой серии. Но вот мы занесли этот замечательный суджук в старинный винный покреп династии Тато. Теперь он сможет тут впитывать всю зиму волшебные ароматы. Можно выключить свет и оставить его на всю зиму. Он отлично сохранится и сбережет для нас вкус орехов. Можно даже закрыть на замок, чтобы кто-нибудь не съел раньше времени. Вкусны и полезны, конечно, только непрогоркшие, свежие орехи. Они действительно, как и верили древние, помогают улучшить работу мозга. И более того, по последним научным данным, продлевают жизнь, благоприятно влияя на сердце. Все благодаря ненасыщенным жирным кислотам. Если не употреблять ненасыщенные жирные кислоты, то, в принципе, существование человека невозможно. Опять-таки, потому что нарушаются очень многие виды обменов. И наши нервные системы, и сердечно-сосудистые. Ну а каково же качество орехов, которые мы купили в магазинах и на рынках Москвы? Готовы результаты анализов. И они неутешительны. Прогорклыми оказались все шесть образцов. В грецких орехах в скорлупе наличие прогорклых ядер составило от 10 до 17%. Тогда как в грецких орехах очищенных содержание прогорклых ядер составляло от 60 до 100%. Токсичность для поджелудочной железы, для печени. Все прогорклые продукты, они действуют плохо на печень, поджелудочную железу и на 95% кишку. Хуже всех из приобретенных нами были очищенные и упакованные орехи из магазинов. Скорлупа их не оберегает, и это плохо. Окисление орехов очищенных происходит за счет доступа к кислороду. В скорлупе они находятся под естественной защитой, туда меньше проникает свет и кислород. Специалисты даже затруднились оценить возраст наших покупок. Скорее всего, два года. При максимальном сроке хранения один год. В таком состоянии от орехов, конечно, никакой пользы. Даже наоборот. В них может появиться опасный продукт жизнедеятельности грибков – афлотоксин. Этот афлотоксин вредно действует на печень, в том числе и способствуя развитию рака печени. В моей практике было один больной, который любил сесть против телевизора, поставить тарелку с очищенными орехами и произвольно – одно, два, три и так дальше – употреблять очищенные орехи. Со временем у него развился рак печени. Такой орех на вкус будет горький, пахнет старым жиром. Тем самым, если вы видите орех на прилавке желтоватого оттенка, можно понять, что этот орех старый, и его не стоит покупать. Но это еще не все результаты наших анализов. Дальше больше. В четырех образцах, одном очищенном и во всех неочищенных, были обнаружены живые вредители. Все это, несомненно, результат нарушения сроков и условий хранения, а может и недостатки выращивания и сбора. Как же решить эту дилемму? Очищенные ядра чаще оказываются прогорклыми, а под скорлупой нередко прячутся незваные гости. Что же выбирать? Многократная чемпионка мира по кондитерскому искусству Мария Шрамко предпочитает все же закупать орехи в скорлупе в сезон урожая и самостоятельно заботиться об их правильном хранении. Лучше всего их хранить в холщевых мешках, там, где действительно сухо и идет хорошая циркуляция воздуха, для того, чтобы ничего в орехи не заводилось. Лучше всего орехи хранить в скорлупе, если бы в домашних условиях, и колоть уже непосредственно перед тем, как вы его собираетесь употреблять, там, просто как орех или же печь что-то из него. Если вы его будете использовать просто для еды, то лучше его подсушить 150 градусов и где-то минут 10-15 в духовном шкафе. И такие орехи Мария использует не просто для еды в чистом виде. Ими она украшает свои произведения кулинарного искусства. Хотя хороши они, конечно, не только в сладком. В основных блюдах грецкие орехи тоже могут быть очень даже уместны. Весьма популярно это, кстати, в Соединенных Штатах. Там орехи повсеместно кладут в салаты. А калифорнийский шеф-повар Марко Феррейра знает и другие интересные рецепты. Я думаю, что интересный вкус грецкого ореха способен выгодно солировать. Вы всегда будете его чувствовать. Если добавите его в основное блюдо, оно может стать звездой стола. Фирменные рецепты Марко – феттучини с грецкими орехами и орехово-гребной сливочный крем-суп. Можно, конечно, взбить все это до состояния однородного пюре. Но я люблю более грубый деревенский вариант, когда чувствуются и кусочки грибов, и частички орехов. Ну и напоследок вопрос, на который мы пока не ответили. Почему же орех все-таки называется грецким, если родом он на самом деле из Персии? Все потому, что около тысячи лет назад именно греческие купцы привезли это лакомство на Русь. За что им большое спасибо. Жить стало лучше, жить стало вкуснее и однозначно полезнее.